В последнее время чаще всего для украшения своих домов Новый год и Рождество люди прибегают к различным стилям. Это позволяет сделать атмосферу яркой, незабываемой и неповторимой. Сейчас мы узнаем о некоторых стилях декора. Второй природный материал, который очень хорошо применять в декоры, это мох. Смотрите, вот я уже приготовила несколько композиций. Ну, неплохо, Лен, да? Да, она такая вот на стол для декорирования, да. Может быть, вот такая. Здесь я еще применила самшит, вот тоже задекорировала шарами. И тоже мох, тоже интересно. Мы же говорили, что стиль кантри предполагает, это зеленый-красный. Мы ввели здесь еще красный цвет, но такой аляпитости нету, правда? Оно все такое более спокойное. Значит, мы сейчас будем делать елочку, которую я показывала. Тоже основа у нас идет, выпиленная вот такая вот у нас из дерева. Брусочек. Да, брусочек. Палочка также заклеивается она плотно. Это у нас основание для нашей елки. Берем, у меня в данном случае это туя. Опять же, высоту елки, объем елки. Вы выбираете сами. Сразу просто набирается несколько веток. Если мы хотим открыть ножку, значит, мы начинаем выше крепить. Либо ниже. То есть, все очень индивидуально. Как вы видите свою елочку, так вы ее и делаете. Берем флористическую проволоку и фиксируем на стволе. И наполняем объем. Наполняем объем. Чуть-чуть поднимаем выше. Хорошо, держите? Да. Вот так. Теперь мы берем, как нам поднять верхушку вверх. Вот такую вот сделать. Изогнутую. Да, изогнутую. Мы переворачиваем ветки в обратную сторону. То есть, мы крепили вниз. А теперь мы вот так вот крепим вверх. И фиксируем, закручиваем проволокой до конца. И придаем вот такую вот изогнутую. Ирочка, до конца прямо под этой макушечкой? Да, до конца макушки. Вот так. Вот мы ее обязательно должны хорошо зафиксировать. И такой вот сделать романтический хвостик, романтичный. Вот, вот смотрите. Вот такая вот у нас получилась заготовочка. Вот такая вот заготовочка. Быстро. Ну, вдвоем всегда быстро. В паре всегда быстро. Теперь берем мох. Мох, когда мы собираем в лесу, тоже обязательно просушиваем. Обязательно просушиваем. Потому что, чтобы не было сильного запаха, если это будет в интерьере, в доме. Потому что, ну, все-таки это растительный. И влажность. Да, да, влажности большой, чтобы не было. Немножко просушиваем. И начинаем фиксировать. Фиксировать мох мы начинаем с того места, где у нас соединяются, Лен, верхушечная вот часть елки и нижняя юбка. То есть... Посередине. Посередине, да. То есть и скрепление. Да, нам надо закрыть вот эту часть. Здесь можно фиксировать любой золотой, селебрисный, зеленый. Любой, да. Но опять же, мы помним, что все должно гармонировать в твете. Ну. Вот так вот постепенно накладываем. Вот, практически елочка готова. Может, мы уже спешили, чтобы быстрее показать принцип. Все надо, конечно, дома делать более аккуратно, более медленно. Ну, принцип, наверное, понятен. То есть мы начинаем с юбочки, а потом делаем, крепим нижнюю часть, потом крепим верхние ветки, наоборот, кверху. И делаем вот такой вот хвостик. Место соединения нижней и верхней юбочки мы начинаем укрывать мхом. Ну и начинаем декорировать. Раз мы делаем в стиле кантри елку, то и декорировать мы будем, конечно, игрушками, деревянными, маленькими игрушками, чтобы не выбиваться из стиля. Будет тоже очень красиво и интересно смотреться. Бечевочку. Бечевочку, да, макушку, вот, например, бантик я сделала из обычной вот веревочки-бечевки. И вот такой вот получился незатейливый бантик у нас. Здесь можно и колокольчик. Можно колокольчик. То есть, если мы делаем в таком вот все из растительного и в деревянном стиле, то, конечно же, игрушечки у нас будут деревянные, как мы говорили, и бантик. Если мы применяем уже цветные игрушки, значит, и елку всю декорируем полностью, да, такими вот шарами. Вот такая вот незатейливая елочка. Ещё один интересный стиль, который мы применяем в декорировании дома загородного, это скандинавский стиль. Скандинавский стиль – это такой, скажем, чисто природный стиль. Он, основа его – это белый цвет. Это много белого цвета. Конечно, могут быть добавляться в этот белый цвет немножко какие-то яркие пятна. Голубые, красные. Ну, в основном голубой и такой лёгкий красный. Это скандинавский стиль. Елка в скандинавском стиле, в противоположность стилю кантри, ставится маленькая, не пушистая абсолютно. Заменить её можно обычными ветками, которые будут украшаться игрушками какими-то деревянными, либо маленькими вязаными игрушечками. Каминную полку мы украшаем, скажем так, игрушками, талисманами этого стиля. Это талисман стиля, скажем так, скандинавского – это олень. Он должен быть, несколько фигурок обязательно должно присутствовать в интерьере, если мы делаем этот стиль в доме. Опять же, дерево. Дерево должно быть много. Что такое скандинавский стиль? Это экологичность, это натуральность, это такая, скажем, сдержанность. Стиль кантри предполагает собой всего много-много-много, а вот скандинавский стиль, он очень сдержанный. Ну и опять же, поделки для декорирования дома могут быть все из природного материала. Вот смотрите, как красиво смотрятся елочки, сделанные из обычных кленовых листьев. Кленовые листья, они засохшие, потом немножко опылили снегом. Ну, чем не елка красивая? Поэтому мы еще раз запомним, что скандинавский стиль – это простота, это экологичность, это минимализм и отсутствие мишуры. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok